Всем привет! Получил еще вот такую посылку. Давайте вскроем и посмотрим, что тут. Вот такой ножичек Ontario Red. Да, на ножу досталось. Какая проблема у ножа? Как я и думал, вот видите, вот эта втулка вообще не держится. То есть нужно раскручивать остальные. Вот так вот. Вот так вот. То есть втулка сломалась, часть вот этой втулки отломалась, и она съехала с своего места, ее можно в принципе вот так взять и достать. Часть болтика на фиксаторе, это все подсистим, вот сломанная вот эта штучка. Все грязные, нужно очистить. Итак, с лайнером все в порядке, изначально заказчик предполагал, что сломался лайнер, то есть он нужно заменить. Как оказалось, с ним все хорошо. Так, дальше, стандартная процедура, чистим баллистолом. Берем баллистол, берем какую-то тряпочку. Вот у меня есть такая тряпка. Смачиваем это все баллистолом. Ну и протираем. Итак, почистил все запчасти ножа от грязи, ржавчины. Сейчас нужно сделать полировку шайб. Я вот немножко их отполировал уже, но еще есть окись. То есть нужно прополировать, чтобы она пропала. У меня вот такой фетровый круг, на котором я делаю полировку. На нем остатки пасты. То есть полируем на этом круге. У него одна сторона полностью плоская. То есть можно тут делать полировку. Вот видим, шайбочка блестит. Сторона полностью гладкая. Другую сторону. Теперь делаем полировку клинка. Ну вот, вот этой части. Тоже, думаю, на полировальной пасте. Берем просто круг и полируем. Итак, клиночек отполировали в местах, где у нас прилегают шайбы. Теперь делаем сборку. Вместо той втулки, которая сломалась, мы ставим новую. То есть берем где-то ее с середины, например, ставим новую. Та, что была в середине. Постараюсь поискать. Возможно, найду у себя что-то похожее, чтобы заменить. И так, поискал у себя. Нашел вот такую втулку. Точнее сделал сам. То есть кусочек трубочки в нее крутил. Болтик. Шляпку обрезал. Получилась вот такая втулочка. То есть мы ее прикручивать не будем. Просто вот так вот поставим, чтобы у нас была опора. Она точная копия втулок, которые там стоят. Уже в ноже. Вот. Но она крепиться не будет. Она будет стоять просто между лайнеров, чтобы лайнер не играл из стороны в сторону. Ну, снизу вверх. Чтобы там не было пустого места. Собрали одну накладку. Продолжаем сборку дальше. Берем бронзовую шайбочку. Второпластовую. Капаем немножко масла. Совсем чуть-чуть капельку. Вот так, чтобы было видно. Она потом, когда мы положим клиночек, она растечется по всей шайбе. Вот. Дальше берем вторую второпластовую шайбу. На клиночек перед этим нужно еще чуть-чуть масла капнуть. Капельку. Уложим шайбу. Уложим шайбу. Смотрим, чтобы не было закусов, потому что шайба может попасть в пространство между осевой и втулкой. И немного замнуться. Бронзовую шайбу положим. Накладываем второй лайнер. Чтобы у нас все попадало. А, забыли вот нашу вставку, о которой я говорил. А, кстати, забыл еще одну втулку поставить, которая у нас на низу. Самодельная втулка. Вот так вот все будет выглядеть. Крепим вторую накладку. Крепим вторую накладку. Под Pamelavelк. Крепим вторую сторону. Крепим вторую термиску. Крепим вторую сторону. Сохрете перейти, крепим вторую сторону. Когда это делать, з puntos скост Goodке. Фор conductor Сохрете эти 可以 к Tamriпу. Вот клиночек по центру установился Это уже хорошо Сжимаем дальше Вот если клиночек допустим При поджатии он у нас уходит в одну из сторон Всего его можно попустить С одной стороны И клиночек будет по центру Вот так Все, нож фиксируется Все держится Все классно, все супер Все, теперь нужно Видите, сломанный кончик Нужно придать кончику остроту То есть исправить Выполнить заточку и полировку клинка Теперь нам нужно исправить форму клинка Снова наш станок днепроим Сейчас мы клинок исправим Заточим Отполируем И все Ну в принципе на этом все Продолжение следует... Продолжение следует... Вот видим, да... Снимаем металл Начинаем вот где-то с этого вот скругления И пока у нас кончик не станет острым То есть уже более-менее острый Еще нужно немножко снять Затачиваем и полируем Затачиваем и полируем все клинок отполирован заточен что было сделано с ножом нож был разобран почищен от грязи от ржавчины была найдена причина того что клинок не фиксировался то есть вот эта муфта сдвинулась в сторону из-за того что два винтика которые держат ее сломались то есть когда на нож действовала какая-то нагрузка муфта сдвигалась и ножу не было во что упираться и он в принципе откатывался назад муфта держалась только из-за силы трения между этих двух лайнеров в принципе все нож заточен острый можем проверить остроту на этом все кому понравилось видео подписывайтесь на канал ставьте палец вверх жмите колокольчик чтобы не пропустить следующие видео планируется еще ремонт нескольких ножей или там восстановление смотрите прошлое видео всем спасибо всем пока пока